И мы получили такой нехилый бонус в виде 110 тысяч душ. Давайте подумаем, куда их теперь можно запихать. Добьем жизнь до 30. 25, наверное, силу подниму. И остальное можно вложить, например, никуда. Ставим пока эти души. И что-нибудь прокачаем. Например, я давно хотел прокачать что-нибудь стрелковое. Допустим, наш арбалет. Не хватило немножко больших осколков. Да, Ленинград на самом деле очень хреновый кузнец. Пойдем лучше сгоняем к нормальному кузнецу, к Макдафу. Во-первых, закупимся железными болтами. В ближайшее время они нам очень пригодятся. Купим, наверное, сразу штук 100. Также на всякий случай затаримся железными стрелами. И купим пару больших осколков Титанита. Давайте еще купим у него треугольный щит короля. Хороший щит. И усилим тяжелый арбалет до плюс пяти. И теперь нам нужно вернуться в главную башню крепости. И здесь нам опять пригодится снаряжение, которое хорошо бы защищало от огня. Поставим щит, который мы только что приобрели. Треугольный щит короля. Он дает неплохой резист к огню. 65. Так, вес у нас стал 66. Что, в принципе, вполне приемлемо. Доспехи олонского рыцаря также дают неплохое сопротивление к огню. А в дополнение к нему поставим рваный тканый капюшон. Для начала убьем здесь всех этих солдат. Чтобы они нам не мешались. И отсюда, чтобы упростить себе жизнь, я убью эту огненную саламандру. Нам понадобится наш тяжелый арбалет. И тяжелые болты. Если у вас есть отравные стрелы, то можете использовать их. Но я считаю, что это слишком растратно для того, чтобы использовать их против вот этих вот саламандр. Но после того, как я поставил арбалет, я стал менее подвижным. И мы возвращаемся в то самое место, где мы сражались с последним гигантом. И вот та самая дверь, которую стащили из железной цитадели. Где можно применить железный ключ. И здесь очень опасное место. Давайте на всякий случай я применю... Упс, не то. Я применю сырую плоть. Так как здесь тоже очень много огненных саламандр. Которые не очень рады меня видеть. Лучше не сражаться с ними в ближнем бою. В ближнем бою это очень кривые противники. А учитывая то, что за спиной стоит еще одна огненная саламандра. Выход в ближний бой будет практически смертельным. Треснувшая красная волка. И здесь у нас еще одна огненная саламандра. Но мне пока не туда. Она вот сюда. Так, что-то ее похоже заклинило. Ну давайте попробуем сразиться с ней в ближнем бою. Ее атаки хитбоксов достают практически отовсюду. Вот о чем я говорю. Что лучше в ближнем бою с ней не связываться. И похоже я сейчас умру. Черт, опять он эту нажал. Она опять упиралась в свою любимую стену. Еще умудряется маневрировать. Оп, опс. К тому же, когда она использует эти фаерболы, у них очень жесткий таргет лок. То есть, как бы вы не уворачивались, ящерица постоянно поворачивается к вам и попадает вас этими фаерболами. Еще одна треснувшая красная волка. Итак, эту часть огненной пещеры мы зачистили. Можно собрать вещички. Большой щит бунтаря, тяжелый железный ключ. И вот там мы уже были. Помните, я пробегал, по-моему, в самых первых сериях. Там вот справа была дверь, где лежал меч с уроном огня. И отсюда как раз поливала туда эта огненная саламандра. Но нам предстоит зачистить еще верхний зал. Там нас ждет еще две огненные саламандры. Одну я уже убил сверху. Слава богу, она сюда не побежит. Ее можно спокойненько отсюда расстрелять из арбалета. Ну, или из лука. Ну, вот я слишком обнаглел. За что поплатился здоровьем. После того, как мы убили всех саламандр, столпы пламени исчезли. Треснувшее красное око. Кварцевое кольцо огня. У нас уже есть кварцевое кольцо. Кстати, его тоже можно было поставить. Оно дает сопротивление к огню. И кварцевое кольцо плюс один дает большее сопротивление к огню. Большая душа. Кольцо с ястребом. Камень огненного дрейка. И что-то, по-моему, здесь было еще. По-моему, здесь было что-то еще. Или я ошибаюсь? Да, похоже, что я ошибаюсь. И здесь больше ничего нет. Ну, ладно. Давайте прочитаем то, что я только что насобирал. Большой щит бунтаря. Щит бунтаря Рейма. Рейма и Вильстатта называли правой и левой рукой короля. Так было, пока их разногласия не привели к конфликту. После чего Рейма объявили предателем. Черного ворона боятся и презирают, как предвестника смерти. Но это любимая птица Рейма. По-моему, его все-таки звали не Рейма, а Рейми. Но про Рейми и Вильстатта мы еще услышим. Кольцо с ястребом. Кольцо, украшенное выгравированным ястребом. Увеличивает дальность полета стрел. Голубоглазый Дурга. Стрелок-кочевник. Одержал в бою множество побед. Половине из них он обязан силой этого кольца. Ну, те, кто играл в первых Дарк Соулс, конечно, знают, что это кольцо Гоха. И еще мы подобрали ключ от DLC, который называется Тяжелый Железный Ключ. В глубине Железной Цитадели за алтарем есть дверь в башню, которая приносила железо Старому Королю. Огромный вес глыбы напоминает о колоссальной силе Старого Железного Короля. Но, как я уже говорил, в DLC мы пойдем после того, как пройдем основную сюжетную линию. Ну, а нам пора возвращаться в Маджулу. Итак, у нас есть 19 тысяч душ, особо не разгуляешься. И следующее, что нам нужно посетить, это вот эта вот дыра, которая находится в центре Маджулы. И перед тем, как удойти, давайте поговорим с Гиллиганом. Он прибыл в Маджулу. Хорошо, что ты хочешь? Я все, что ты нуждаешься. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я не знаю, что я могу остаться в том, что мои старые парни. Не спросите мне, что произошло. У тебя нет дискреси, милый чум. Эта габин-холла? Ну, заходи мне. Это где люди вокруг здесь бросают все их ручки. Копсы, ты знаешь. И что они хотят избежать. О, и... 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 тя private женщины... суда они должны быть? Немного, я думаю. Vielleicht просто курица стимулятора... Что это? На стене романа? И... и... и я знаю... Добавил с ними... О, да... Не создан от курина, нет, нет, это было до того, как было раньше его. Победение связывает с этим холл. И есть... Есть что-то, что-то... Какого-то курица-курица там. Ха-ха-ха! Если у него курица так ровно, как они говорят, может, я должен идти и платить им посетку? Ах. Он не хочет рассказывать о своем прошлом. Возможно, его профессия как-то связана с воровством. Так как он продает такие специфические предметы. Это как когтик, кнут. Также он продает сет вора. Черный кожаный сет. Также он упомянул об этих статуэтках. И, скорее всего, эти статуэтки как-то связаны с фарсом. Тем самым легендарным изобретателем, ключи камня которого мы находим по всему континенту. Гиллиган также упомянул о некой гробнице и крысином короле, которого мы скоро повстречаем. Но также его можно попросить установить лестницу. То есть спуститься в эту яму можно, можно сказать, двумя путями. Либо спрыгнуть туда, и чтобы не разбиться, использовать либо кольцо кошки, либо специальное заклинание. Либо попросить Гиллигана за деньги установить лестницу. И тут есть три варианта лестниц. Короткая, подлиннее и самая длинная за 12 тысяч. В принципе, можно не тратить, и при помощи кольца кошки спокойно спуститься. Но, чтобы получить от него уникальный меч, придется заплатить 12 тысяч. Очень приятный подарок, действительно. Особенно от тебя. Я так сильно чувствую, когда я получу возможность помочь. Ха-ха! Эй! Эй! Эти другие не продаются. Единственные вещи, которые я продаю, это... Миничури. Я имею в виду, что это не смешно, ты можешь купить столько, как хочешь. И если теперь с ним поговорить... Вот ты, мой друг. Ты можешь иметь эти, да? Это маленький бонус, ты знаешь, для твоей большой покупки. Сабля Мелу. О, давай! Ты не успешен, я тебе скажу. Поздравляю за это! Давайте посмотрим, что это за сабля. Сабля Мелу. Сабля лестничего Гиллигана. Это оружие ничем не выделяется, кроме, пожалуй, роскошных самоцветов, украшающих рукоять. Так что, если ваша цель не просто победить врага, а слепить его, эта сабля может вам подойти. Вот так вот выглядит эта сабля. По мувсету ничем особо не отличается от обычных сабель. Все те же движения. Ну и давайте уже до кучи, пусть он установит и две другие, более дешевые лестницы. Ну и теперь мы можем видеть, что у нас тут стоит три лестницы. Одна из них вот такая короткая, можно сказать абсолютно бесполезная за 500 монет. Немного подлиннее за 3000 и за 12000 монет самая длинная. Ну, я, пожалуй, использую сначала короткую, чтобы... Так, нет. Пожалуй, я сначала одену кольцо кошки, чтобы не переломать себе ноги. Ага, кольцо кошки, которое я все еще не купил. Ну что ж, давайте прикупим это кольцо. В этом нам поможет Шалкуар. Стоит оно 13 тысяч 14 душ. Ох, елки-палки. Ну у нас есть несколько больших душ. Да, что-то я немного переборщил. И давайте сразу же заодно купим кольцо шепота. У меня не хватило каких-то несчастных 40 душ. Потом оно мне пригодится и я его обязательно забуду купить. Кольцо серебряной кошки уменьшает урон от падений. Чтобы еще больше снизить урон от падений, лучше раздеться до трусов. Лучистый самоцвет жизни. Ключками фараса. Как можно видеть эти две лестницы за 300 и за 500. Абсолютно бесполезны, если у вас есть кольцо кошки. Так, и здесь у нас ядовитый мох. Да и за 12 тысяч, в принципе, лестница тоже бесполезна, если у вас есть кольцо кошки. Все только ради этого несчастного меча. И мы попадаем на такой вот уступ. Это еще не конец этой ямы. Там можно разглядеть еще один проход, но туда нам пока рановато. Давайте сначала обследуем могилу святых. И давайте я вернусь сейчас обратно в Маджилу, чтобы купить у Гиллигана еще и сет вора. Он будет в какой-то степени соответствовать этой локации. На весь сет нам понадобится 4300 душ. Ну, надеюсь, что мне хватит. Не такой уж он дорогой. Вот так вот он выглядит достаточно стильно. Возможно, для полного соответствия нужно еще купить какие-нибудь когти. Давайте купим пару когтей. И давайте посмотрим, что из этого получилось. Вот такой вот у нас получился Росомаха. И это у нас мувсет в дабл-билде. С когтями, в боевой стойке. И, кстати, у Хлоен после того, как мы победили Старого Железного Короля, осколки Тетанита стали продаваться в неограниченном количестве. А также у него появилось в продаже 10 больших осколков. Давайте усилим наши когти. К сожалению, у меня опять кончились души. Хватило только до плюс четырех прокачать каждый коготь. До плюс пяти нужно еще по два больших куска Тетанита. Это еще 10 тысяч душ. Ну, у меня столько нет, да я думал, она у того уже не стоит. Я не думаю, что эти когти прям я буду как-то активно дальше использовать. Так, только немножко побегаю. На всякий случай у нас в левой и правой руке есть запасное оружие Катана и Баклер. Итак, могила святых. Вход напоминает какую-то пасть. И это пасть крысы. Ударно, чтобы завалить и толпу. Сверху там можно разглядеть огромный скелет. Ох. Да, в этой локации полно-полно крысы. Которые не очень хотят дохнуть. Коктей. Так, кстати, кольцо кошки нам больше пока не понадобится. Поставим кольцо клинков. Большая душа солдата. Какие-то символы. Там лежит предмет, но это же Dark Souls. Так просто перелезть туда нельзя. Нужно падать сюда сверху. И на карачках наш главный герой тоже лазить не умеет. И здесь у нас вот такой вот интересный зал. С кучей крыс. Так, что-то не могу понять, я в боевой стойке или нет. Да, просто в боевой. Как-то не очень, по-моему, все-то эти когти. Три гладких шелковистых камня. И косточка возвращения. В этой локации очень много мест, куда можно вставлять камни фароса. Но большинство мест, куда можно вставлять эти камни, это пустая трата камней фароса. Ну как, не совсем пустая трата, конечно. То есть, они дадут вам какой-то пользы в плане сбора какого-то лута. В основном эти камни будут активировать какие-то ловушки. Все это сделано для того, что вся эта локация является территорией крысиного каменанта, в который здесь можно будет вступить. И если вы в него вступите, то вы сможете втаскивать свой мир пришедших в эту локацию, чтобы здесь их наказывать. И все эти ловушки можно активировать для того, чтобы было проще убить тех, кто посягается на сокровище этой гробницы. Здесь у нас шепот отчаяния и факел. Шепот отчаяния. Эта порча возглашает слова тьмы. Эхом отчаяния, снижающие защиту врагов. Тьма укрывает мир черным покровом. Мертвый штиль, мертвенное спокойствие. Здесь у нас проход закрыт, это еще один мост. То есть сюда можно прийти как через мост, который снизу, так же через мост, который сверху. Ну, второй мост, соответственно, опускать совсем не обязательно, если вы уже опустили один из них. Допустим, к примеру, ставим сюда камень. И этот камень активирует вот такой вот поток воды. Тут же к нам вторгается рой-исследователь. Камень-то нет. Удачи! Камень-то нет. Камень-то нет. Камень-то нет. Кажется, что как будто бы у него в руках ничего нет, но на самом деле у него невидимое оружие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получаем всего лишь человеческую фигуру. То есть, по сути, делает камень фарса, вообще ничего полезного пока не делает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот камень опускает этот мост. Давайте потратим еще один камень. Посмотрим, что делает он. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А он активирует вот эту джижу, которая льется из этих крысиных статуэток. На самом деле эта джижа очень быстро ломает оружие. Вот если сейчас я по нему побегаю, то, как вы можете видеть, все мое снаряжение практически сломалось. Точнее, не практически сломалось, она вообще уже сломалась. И стало выглядеть очень непотребно. Это место очень сильно похоже на какую-то гробницу гигантов. Здесь первый Дарк Соулс. Там можно разглядеть целую кучу крыс, которые сейчас нападут на нас из-под тишка. Когда мы меньше всего будем этого ожидать. Но мы-то будем этого ожидать, поэтому не дадим себя обмануть. Но по сложности эту локацию даже сравнить не стоит с гробницей гигантов. Но эти камни фароса, как вы уже поняли, активируют вот этих вот крыс с бочонками. Кольцо плинков под угрозой поломки. Сейчас я как все переломаю. И это потом все будет не очень дорого стоить, чтобы это все восстановить. Так как ремонтируя кольца очень дорого. Ни откуда-то сверху. Набежали кольца. Помимо этой локации есть еще одна крысиная локация. Которая встретится немного позже. Где также можно вступить в крысиный ковенант. Ну а я, пожалуй, сгоняю в марджулу и быстро починюсь. Если броня и оружие уже сломалось, то, соответственно, порошком для починки его уже не починить. Только вот таким вот образом. И здесь у нас босс. Боссом его назвать можно с большой натяжкой. По сути, это большое сборище крыс. Лучше, наверное, централизовку тут не использовать. Да, когти здесь очень хреновый вариант. Давайте сюда поставлю катану. И здесь нужно бить, по-моему, несколько крыс. Либо нужно подождать какое-то время. Чтобы появилась главная крыса. Убив которую, можно прекратить весь этот крысиный беспределок. Да, при помощи различной магии этих крыс можно было бы перебить намного проще. И вот, боец крысиной гвардии называется. Он немного отличается от других крыс. У него вот такой вот, 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 вот. У него немного другая морда. Также он еще и отравляет. Черт, похоже на мне сработал эффект. Поклятие. Опс, как бы мне опять не превратиться в камень. Куда ты побежал? Я с тобой еще не закончил. Стоп, 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 стоп. Так. Так, все, всем бежать. В этот раз он успел меня отравить, но, слава богу, не в камень превратить. Душа бойца крысиной гвардии, защитника королевства крыс. Это верный страж крысиного короля, который решает, достойно ли просящие ауденции монарха. Ну, похоже, что я не очень достоин, так как не смогу даже с первый раз справиться с ним. И вот он, собственно, персоной. Черт. Поехали, чтение. Черт. Мы не будем на течение времени. Чтение. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но нет, скорее всего это не фарас Субтитры создавал DimaTorzok Хотя здесь этот ключ камень и лежит И здесь нам возможно опять пригодится кольцо кошки Потихоньку попытаемся спуститься в этот колодец И не разбиться И не разбиться Камень кровотечения Не особо интересный предмет Ну а самый, можно сказать, геморройный предмет, который здесь лежит Это вот находится он на том уступе И чтобы туда попасть, нужно очень сильно извернуться Там можно снизу наблюдать еще один проход Ну давайте попробуем как-то это сделать Ну да Только хотел сказать, велика вероятность, что у меня с первого раза этого не получится Так Эти парни очень любят делать больно Косточка возвращения здесь лежит Для таких вот неудачников, как я С первого раза не могу допрыгнуть И там наверху я еще и... Я так упал, что пропустил там еще наверху сундук Здесь у нас угольная смола Мощное лечение Очень мощное лечение У нас кончился Эстус Здесь у нас находится вот этот рыцарь Что он здесь забыл, не знаю Заблудился, похоже На самом дне этого колодца Здесь лежит очень важный предмет Очищенный костяной прах На всякий случай восстановим много жизни И этот проход нас приведет к не очень приятному месту Некоторые это место вообще ненавидят Но перед тем, как туда выдвигаться Я все-таки вернусь и попытаюсь забрать Те предметы, которые я пропустил там сверху Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!